Вокзал Шенефельд на окраине Берлина. Спецпоезд из Баварии прибывает с опозданием на 4 часа. Беженцев из Сирии, Афганистана и других стран в Германию доставили с австрийско-венгерской границы. Солдаты Бундесвера следят за тем, чтобы не было столпотворения. Это будни немецкой столицы. Ежедневно в Берлин прибывают два специальных поезда с беженцами. В каждом из них в среднем по 400 человек. Все эти люди надеются получить в Германии политическое убежище и построить новую жизнь. 26-летний Эдивни вместе с женой 4 месяца добирался в Европу из Нигерии. О предстоящих трудностях он пока не думает. Говорит, главное, что остался цел. Нет гарантии, что Эдивни сможет получить убежище. Но настрой у него оптимистический. Я умею водить грузовые машины. Моя мечта — добиться чего-то и получить работу. Если я смогу в Германии работать, то все будет окей. Прибывших беженцев в Берлине распределяют по временным приютам. Здесь их не хватает. Спортивный комплекс «Олимпийская деревня» четыре недели назад в экстренном порядке переоборудовали для приема беженцев. За один только месяц через него прошли 5000 человек. Беженцы задерживаются здесь в среднем на две недели. Мы пока не знаем, сколько беженцев прибудет еще. Все прогнозы не оправдались. Поэтому сейчас в городе открывают такие временные приюты. Однако нам понадобится порядка 40 тысяч новых квартир в Берлине для беженцев, которые захотят здесь остаться. Беженцы не могут подать документы на получение убежища, пока не получат регистрацию. А этот процесс в Берлине идет очень медленно. За день в ведомстве по здравоохранению и социальному обеспечению успевают принять только 100 человек. Каждый день сюда приходят до тысячи новых беженцев. Персонала не хватает. На обучение нового нужно время. Волонтеры приносят одежду и еду. Я вижу, что ночью здесь остаются 100-150 человек. Они ночуют в маленьких палатках, завернутые в одеяло. При любой погоде, неважно, дождь это или, как сейчас, когда начинаются заморозки, они останутся здесь, чтобы рано утром занять очередь. Уже на этой неделе в Берлине должен открыться новый центр регистрации беженцев. Ведь с наступлением холодов ситуация может только обостриться.